Не сказать, что он какой-то супер Лайоновский, сейчас все через таких героев катают. Ну плюс-минус да. С другой стороны, использовали Лайон сегодня виспа, но опять же, вис пару раз не зашел. Ну, все-таки у них соперник был довольно сильный. Не стоило, на мой взгляд, менять вот так вот уж свой стиль. Ну и опять же, в прошлую игру мы досконально не смогли посмотреть, но и в общем-то она очень быстро закончилась. То есть, в целом, наверняка Дима говорил, что вот эта вот связочка Даззл и Хускар, у нее столько проблем мы видели и не раз, в общем-то. Ты просто не можешь убить Хуска под Граевом. Пять секунд ты его не убиваешь никак, потом он включает Армалет, ты его опять не пробиваешь. Ну и то, что творилось на Рошане, в общем-то, уже когда все было плохо в Элайнс, это очередное подтверждение, что с этой связкой играть очень тяжко. А Минески забирают себе Тускас Лордара в Интервиверну, такая хорошая комбинация, я бы сказал, современная мета именно этого мейджора. С Лордара мы видим очень-очень часто, практически все команды с ним играют. Да, причем, что очень интересно, в Интервиверну они не забанили, и Лайнс почему-то этого героя не взяли сами, и удалось Минески этого героя себе отжать. Ну, сейчас, по идее, под С Лордара должен зайти хороший физдвейсер. Нет VR-ки, нет SF-а, есть какой-нибудь условно Бонни Флетчер, там Плар Ассасин тоже в бане, то есть остается пока только Бонни какой-то. Ну, или, может быть, условно, один из семи саппортов, что-то типа Вич Доктора, который имеет способность и возможность нанести физурон под Амплифай. Кто же это будет, вот пока думает, товарищ Рейджинг Потейто? Рейджинг. Рейджинг. Да, я вообще первый раз именно комментирую игру Минесек. Смотрел так пару игр перед мейджором, но, конечно, на квалификациях очень меня удивило, то, что они обыграли, ну, они вообще выиграли азетские квалификации, ну, и там обыграли, сначала смотрел в группе вроде бы там с Фнатиками, они вроде бы обыграли их, потом в плей-офф, потом вышли с первого места, и тут стало понятно, что Минески не так плохие. Вообще, вот это, конечно, энергетика филиппинских комментаторов, может быть, она им где-то помогает. Но это же в крови. О, опять брать они себе Хускара. Это будет жестко. Бандазл, срочно. Такая жесткая комбинация. Это практически жестче даже, чем Грейв. У Хаска под Колд Эмбрейсом бешеный магический резист на ЛОХП, и при этом физикой его не пробить. Благо, есть Лина здесь хотя бы что-то. С потенциально чистым уроном, да. Но если игра будет развиваться, как в прошлый раз, Лина не соберет агоним. Вообще ничего не соберет. Это действительно так. Да, ладно, окей, есть Винтерверн на подсейф Хускара, можно добрать и Дазла, можно его не добирать. Если, например, не добирать, как мы с вами Линни получим? Мы получим условно Хускара где-то на легкой Слардар оффлейн, либо Хускар мид при поддержке суппорта Слардар на легкой, также либо на оффлейне может находиться. Но в любом случае один из кор-героев, по идее, Минескам еще будет нужен. Хотя могут Хускара на лутоне поставить. Ну, в общем, вариация остается, такой довольно гибкий получается. И Лайнц нужно просто-просто предугадать, кто же появится на ласт пик. Думаю, это расчисло. У самих у Лайнц есть ССФ, Мильгерокоптер легкая, Бейн Лина Сорты. А Вайпер заманили вот так. Да, во время паузы, когда у нас там вчера была какая-то заминка, смотрели мы на Aegis of Champions, на тех команды, которые выигрывали. И, в общем-то, можно было увидеть, что у Ньюби состав немножко изменился, там буквально пару человек. Один человек сменился у нас в Alliance. Напомню, вместо Майнации был в EGM. Но, конечно, команда эта уже далеко не та. Ну, это отличный показатель того, что кто-то меняется. Меняется от патча к патчу, меняются стратегии, меняются основные ее какие-то положения. Слишком резко Alliance после третьего янтавра покатились, я вот так вспоминаю. Катились, катились, разница была просто огромная. Их очень сильно подкосил один из патчей. Просто до этого они выигрывали вообще все. Ну, и причем и ланы, и онлайны классно играли. После стало тяжело. Ну, и Last Peak Alliance, им саппорта не хватает. Насколько я понимаю. Офлейнера. Ну, Лину... А, да, Лина саппорт, получается, у флейнера. Офлейнера не хватает. Бремастера забанили Минески. Ну, да, мы знаем, что, в принципе, можно было попробовать Бремастера в мид поставить, если он на нем очень часто катает, очень хорошо катает. Как-то там сообразить можно было триплу в офлейнере, то Лайнс и на легкую сферу. Давайте Медведь. Медведь. И это у вас последний шанс. Если с Медведем не получится. А с кем еще? Ну, Медведь, окей. Ну, Медведь против Ускара под Golden Race. Медведь и его Медведь. Все. Медведь и его Медведь. Только с того, что он на нем жесткий. Только поэтому. Так, по пику, не особо сказать, что Медведь здесь прям так крайне необходим. Ну, вообще, да. Медведь это полный бред. Тут... Крема вот так будут сильно разбирать. Ну, да. В общем-то, Last Peak Alliance действительно задумался, а что брать? Timber Soul. Вот он, еще один герой, который будет давать такой бёрст с уроном. Который тоже у нас только на этом мейджоре стал появляться. Но винрейт у него вроде бы неплохой. И Даззл все-таки... Они не удержали. Ты понимаешь? Golden Race. Мало. Надо еще... Как убивать Хускара? Чем? Ребята, а что будет, если Лина соберет Аганим? Ну, Даззл нам в пятой стадии, наверное, в третьей стадии банов забанит. Не, не забанили. Я не знаю, как сейчас справляться с Хускаром. Есть чистый урон от Timber Soul, есть чистый урон потенциально от Лины и есть от Байна еще, кстати говоря, чистый урон. Но Грейв ты им не пробьешь. Да, и этого всего может просто не хватить элементарно Хускара убить. Там, словно, какой-то там, что у него будет, Армлет, Доминатор и еще. Ну, посмотрим, как зайдет. Я сомневаюсь, что две игры настолько жестко Минески будут доминировать. Но шансы у них хорошие. Хаска здесь остановить тяжело. Я бы еще сказал, выразил даже огромнейший респект этой команде за то, что они не стали что-то другое придумать. А зачем, если в первой карте сработало более чем хорошо? Зачем, если Хускар Дазл всех убивает в первой карте? Ну, он же второй. У нас уже началось такое смешение, вот как всегда происходит на ланах, на мейджорах, на интернешналах. Когда приезжают команды из всех регионов, постепенно они, каждый играет с каждым, цепляют какие-то сильные фишки, постепенно это меняется. Ну, не то, чтобы меняется, а вот как раз смешивается между собой. Ну что, давай посмотрим, кто у нас. Да, да, давай. Видим, что уже Аки побежал от Alliance на Payne, через ТП встречает его Райя, два таких. И между собой тут будет такая стычка, размен по ХП, не более того. Alliance, в общем-то, Лода будет играть на Герокоптере, с фона Shadowfinger нацио-суппорт Линна, ну и его Flammeral Bulldog пошел на Тимберсал. Ну, именно Эски, Райер играет на Слардаре, Рейджинг на Таске, Джесси Вош на Винтерверне, Джулс на Дазле и Ку-Ку на Хускаре. А, второй игрой подряд пытается поцарить. Вообще, сейвов огромное количество. Колден Брейс, Грейв, Подхилл, Шарик Тускара также. Все работает хорошо. Единственный, может быть, минус в том, что будет вот эта игра на одного персонажа, на одного жесткого керри, которого вы будете стараться спасать. И если вдруг что-то у него пойдет не так, если вдруг что-то не получится, где-то вы провтыкали без керри, то есть, вы просто условно убрать эту картинку Хускара и замес, там будет он в таверне сидеть или не будет драки, то все, остальные не делают ни херта практически. Да, демэджа нет. Так, он теперь у него очень интересный заход по исполнению минуски, зашли они так в чужие позиции, на хайграунд поднялись, идти туда не следует. Любят поглубже заходить. Ну, с таким пиком здесь нечем отбиваться пока что. Мистер 0 армора сейчас будет получать от Дагла, судя по всему, и от Виверны. Интересно будет посмотреть, как Бульдог что-то сделает. Вообще, по-моему, не его герой. Если вспомнить, в былые времена, Timbersword Alliance играл на нем всегда С4. Вот эти вот игры на Инте против ДК, когда ДК не могут убить Тимбера, потому что у него 50 армора и вообще не знают, что с этим парнем делать. Но, конечно, с тех пор много воды утекло. Согласен. Ну и согласен тоже с тем, что Адмирал Бульдогов будет крайне сложно стоять на этой линии. Будет его пробивать все, кому только не лень. Вот еще одна такая особенность. Ой, там Теренкурьеры пытаются подрезать. Виттер Виверна не вышло. Не вышло этого сделать. На птичке буквально не хватило. Так вот, такая неприятная особенность этого Timbersword как персонажа, что он не очень хорошо фармит леса на лолу-лолах. Он, в принципе, на левле втором, третьем еще даже не может нейтралов убивать. Но стоит отметить небольшую жадность Минески. Нет у них хорошего мидера и сэв здесь вне конкуренции. Более того, Бэйн еще и подходит и прогоняют отсюда Тускара. Соло-мид Тускар такого я не видел еще. Да, такого действительно еще не было. А просто ставить было некого. Настолько вот ребята из Минески как раз таки сыграли на своего керри, настолько они сделали в своем драфте все возможное, чтобы его спасать, чтобы его сэвить, что про мид действительно позабыли. Придется здесь рейджинг потета как минимум зарабатывать себе экспу. Тускар с хорошим левелом. Это герой противный, довольно непредсказуемый. Рейджинг потета. Вещая картошка? Агрессивная картошка. Такая разозленная, да, бомбящая картоха. О, этот парень такой иногда выдает, что диву, даешься. Самый непредсказуемый игрок в этой команде. Самый нестабильный, я бы даже сказал. Он сейчас очень хорошо зажимает с помощью Айшард, пробивает ЭСПО. Только рядышком, а чем он может помочь? У него только один Сибирчейн. Сейчас бы отъехать от Тускара в соло мид. Да, вот это в Шарды были. Да в любом вообще. Как только ввели Тускара ЭСФом, когда тебе помог Бэйн вначале. Очень, очень плохо из четыре линии, которые вы должны были выиграть в Миссину. Ну и с этого, в общем-то, огромные проблемы Минески должны были испытывать. В итоге Ферстблат отдают Таску. У него два крипа ФБ. И уже не так плохо. Находит реген себе. Замечательно вообще. Да, и Боттл к нему вот идет краски в Курьере. Все круто. Там Теренец Ларда развенится по ХП с Натцем. Получает Слип. У Натца будет еще один стан. Схиливается спокойненько. Развелитесь. Просто Рая развели на опыте, что называется. Слишком он поверил в то, что он может Лину наказать. А Теренец снова зажали. Ты посмотри, товарищи ЭСФО пытаются его пробить. Бульдог стоит. Бульдог не в этот раз. Да, типа пытается сэйбить, но Тимберсоу первого уровня такой себе. Дефендер. Протектор. Весьма сомнительный. Так, что у нас получается? Получается, что что-то пока один надеян. Что на фрифарме у нас находится с одной стороны Герокоптер от товарища Лоды, который спокойно фармит все крипочком. Делает это замечательно. Но с другой стороны фармит Мускат. И крипса-то у них одинаковые. Ну и главный этот. Главный демагер пока что. Тут на полном фрифарме у него много возможностей. Да, да. Конечно же выход в ранний армит Мордиган. Дальше Доминатор. Ну и мы знаем, что Хускат подключается к замесам очень рано. И опасаться нужно будет Лайнд внезапного его подключения. Я вот послежу за этим Хаском. Во-первых, немножко удивительно. Обычно на третьем левеле стараются вкачать именно стрелу. Потому что она дает побольше. Первая стрела очень неэффективна. А вот со второго левела стрелы уже интересней. Но он вкачал Берсеркер Блат. Возможно из-за того, что просто Бульдог сюда не приходит. И гонять его нельзя. Вообще хочу поподробнее так понаблюдать за Хаском. Но слишком он круто играл в первой игре. Я думаю, что всяких фишек может быть масса. Заслипали тем временем Рейджинг Потейта. Койл, Койл. Есть Стики. Что-то под Тейт, это тут мечется. Стики в итоге не нажал. Да и не помогло бы ему. Да, в итоге умирает Таск. Чуть-чуть. Совсем немножко. Ну куда он у всех способностей? За лицо слишком далеко подставился. Думал, что СФ снова смогут убить. Не вышло. Не вышло. Контроль за Рунаки идет. И нет у него Слипа. Поэтому помешать Минтер Верни не может. Да, Слип стоит слишком дорого. Так, подтягивается Таск. Сейчас будет, возможно, закатываться в кого-то. Но нет. Здесь просто Таск понял, что момент немного упущен. И отходил. О, С4! Руна забирает. Шаду Рейс дал средний и дальний. Попал. Лаки идет. Есть Брейнсап. Но демэдж не фатальный будет у Скара. Поэтому даже Брейнсап давать не стал. Не стал, известно. Верно, подходит так же. Ну, интересные тут киперы движения. Пока что на фрифарме у нас гирокоптер. На фрифарме у нас... Куск. Да, их подключение мы еще с вами не видели. Кускаск. Кускаск. Варнишки, центришники. Все это ставится. Кстати говоря, обсерверта Alliance этот центришник не видит. И немножко неудачно было подправлено. Кладец. Средатели Alliance сейчас будут видеть, что происходит на хайграунде противника. Вот здесь возле Тир-1 по миду. Видит Рейджик Батейта. Знает, что за спиной к нему может прийти. Не подставляется. Ну, ИСФ, конечно же, занимается им стандартными вещами. То есть, стаки, 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 стаки. Надо восполнить утраченный РСФ. КлСФ, да. Такой вот. У нас был РСФ, который пытался фармить стаки в том матче. Удивительно. Таск идет вровень Планетворсом. Пока что. Ну, уже удивительно. Потому что должен был отставать сильно. ФБ, ФБ много, конечно, зарешало. Ну, ФБ, как сказать. О, Бульдог! О, отличный стан по таймингу. Вот это тот момент самый. Если ты успеваешь прописать стан в момент действия вот этого чейна, тем временем на ровном месте не попадают в Райер. Отцепляет Райер Аки на нижней линии. Но не стал сюда делать телепорт Виверна, по-моему. Пошел экшен. Мне так что-то имеет место быть ошибки от Тимберсоу, Адмирал Бульдога. Но кто же знает прекрасно, что после Ашарфа последует Сноубол. Зачем сразу давать Тимберчейн? Да, можно было подождать спокойно. Ну и зачем. Вот я поэтому и думаю, что как-то он немножко неаккуратно сыграл. Орешки. Орешки закрыли. О, орешки и уходят. Так, ну, да, у нас пошел все-таки немножко экшен. Побольше стало перемещение на карте. Ребята стали нас радовать какими-то такими внезапными мобами. Единственное, что, конечно, пока не подключается товарищ Пускар. Есть у него уже ультимативная способность. Покупается бы Хэлм оф Айнвилл. Есть у него две перчатки. Вот так, одни когти, одни перчатки. Осталось только рецепт их взять. Так, у Райра проблема. Его заслипали. Потрясающе. Сейчас, да, сейчас тебя разорвет, говорит. Спринт, конечно, не знаю, зачем он отключил. Но тут без спринта его бы убивали. Но со спринтом получилось жестко. В итоге погибает. Это типа из разряда не стал мучиться, решил. Ну, всю экспо он собрал и, в принципе, ничего не потерял именно по экспириенсу. Ему сейчас экспо основное. Тем временем выход на бульдога. Виверна заходит. Видит бульдога. Бульдога ее нет. Я почему-то не работает на этой клавиатуре в 10, но ладно. Не вижу я, что видит бульдог, к сожалению. Сейчас попробую профиксить. Снова айшардс, эспо. Так, Винтер Верна заходит. Есть замедление, снобол пошел дальше. Тускарта залетает, есть эфтп. Валерас Панч там на эсф, эсф переживает. Даже Винтер Бласт дает парочку шуту рейзов, рейджик под нейтой. Пытается стараться дальше. Айшардс, очередный Джесси Бош, себя поцелил колдомбрейс. Но пришел Натс, который против этого, дает станчик и пробивает с руки вместе с боем. Размента плюс Винтер Виверне. И экспо она получила, и эсфа убили. Ну, самое главное, конечно, эсф, помню, что самое главное. Абсолютно точно. Ну и 4-3 счет. Гайдлайнс отбиваются, в принципе, единственное, что, конечно, страдает эсф, страдает довольно серьезно. Но это Шадоу Финта. Он свои деньги всегда вывезет, всегда все вынесет, то, что нужно. Имеет Аквилу там, скоро ПТ у него, и все более-менее неплохо. Единственное, что, конечно, вот Тускара немножко пробустили. А он тоже гораздо-то подключатся. Посмотри, куча тп-шек от Минески на Кир-2 снизу. Это будет у нас Смог, скорее всего. Это такой Спейс Ганг. Хаска оставляют одного. Он продолжает фармить. Еще рановато ему выходить. Тускар на первом месте в Нетворсу. Боже мой. И накат в Гирокоптера. Пошли все вместе с Плинтер Бластом. Замедляют Лоза, не успевает ничего. Да, Шарик катится очень быстро, когда в нем так много народу. И вот этот закинутый Сплинтер Бласт не позволил Гирокоптеру убежать. Словно даже, если бы он по Таврам где-то был. Он чуть-чуть накинулась, вот разорвали. Ну, Минески действуют классно. Не просто Лайонс проигрывают, а еще и Минески делают все здорово. Хаска у них продолжает отфармливаться. Тусик имеет много. Слардар даже уже имеет много. Все-таки фрагов они забирают. И они тратят очень мало времени. То есть собраться вчетвером, заюзать Смог, это обычно долго. Но как-то у них так получилось. Буквально за секунду они что-то все оказались в одной точке. Смог быстро убили Гироча. Все разошлись. Так, ну и Бульдог. Умрет или нет? Сейчас посмотрим. Бульдог. Бульдог, живи Бульдог. Умирает он. Фантастика. Ну как-то копить на ровном месте. Ну, Бульдог. Да, тут много урона. На самом деле не хватило ему буквально доли секунды. Еще бы чуть-чуть. Один стак спал. А вот это? Да, ну С4. Ну, есть у него хейст. За счет у него пока живет. Ну, разворот, что-то развлекает. Интерверно здесь нету возможности дать Винтерд Басс. Хорошая Айшарс не достает ПДСФ и обошлось все. Так вот, опыт у Адмирала Бульдога он настолько большой, что сравнить его даже с каким-то другим игроком невозможно. Как вот можно так умирать от Хускара? Ты же буквально карту назад от него отлетал. И знаешь, что такое стаки вот этих вот Сирен Карл, Бернинг Аспер. Ну, невозможно. Ну, это просто типичная ошибка Бульдога сейчас была. Очередная, между прочим. Вторая уже. В втором месте отдаваться так нельзя. Как будто вот он не мог представить, что в него залетит Хускар и даст за время его тэп-аута несколько стрел. Хуск на восьмом левеле прокачивает себе хилку. На самом деле, вот я не совсем понимаю, сегодня была у нас игра. Так, сейчас мы попозже об этом говорим. Цепляют Ку-Ку, но не убьют его здесь. Была сегодня игра, где Хускар умер на Рошане. Когда включили закуп этого Хускара, там не было лайфстила вообще и там не было хилки. Как забрать, непонятно. Здесь уже есть лайфстил, наверняка загрейдит доминатор сразу же и уже есть хилка. Но Хуск такой герой, у которого маны нету некуда тратить вообще, кроме как вот на эту хилку. Поэтому вкачать ее стоит. А лечит она нормально для первого левела. Ну, учитывая его статы там, все хорошо. Ломают вышку, проседает, конечно, в физике немножко Хаск. Так, включает армлет. Телепортируется сюда Бэйн, но Грейв. Ооо, это минус Бэйн. Дрип. Да, но очень во время Бульдог возвращается в очку. В итоге погибает Хаск. Но тем не менее, удается забрать Бэйна, стягивается сюда еще зачем-то Лина. Минус 2 ТП, конечно, смерти это не очень хорошо, но тем не менее. Уже видно, насколько тяжело его здесь будет убивать. Подгрейваем все так. Компенсацию получил, все-таки какой-никакой Хускар. Из своей смерти и кпшки вот эти вот, и килл, все-таки одни сделаны. Так что, соу-соу. Но в то время, как Хускар у нас перемещается по карте, РСЧСФ начинает свои деньги получать. У нее такой форс. Чинмел все-таки будет выход в Мекку. Ту самую Мекку, которую очень хотелось не увидеть в предыдущей мапе. Но там были Шадоу Блейды. Это нормальный такой билд из Фо. Плотненький на команду, что называется. Ну, а у нас Тускар тоже будет собирать Семекку. У него Баклер ХДРС, кстати, пораньше, чем у СФ, тоже может получиться. Ну, у него слишком все хорошо в этой игре, каким-то образом складывается. СФ, конечно, вырывается по фарму, но когда фарма нет, очень хорошую точку выбрал сейчас Рейджинг Потейт. Его здесь никак не найти. Подходит Слардар. Варлуз Панч плюс Амплифай Дэмэдж комбинация лютейшая. Так, ну и что у нас? Здесь думают Илайнс, что они собираются сами нападать. На самом деле, тут такая двоякая ситуация. Они не знают, что Тускар здесь находится. Тускар для них такой черный ящик. И приходит сюда еще Тадл. В черном ящике, в итоге, оказывается, на Сакке. Закрыли. Закрыли и убили. Кто в черном ящике? А что у нас у Хаска? У Хаска что-то летит к нему. Доминатор. Вот. Вот этот парень все делал очень круто. Набор у него стандартный такой для этого самого Хускара. Просто очень с хорошим таймингом. Двенадцатая минута. Ну да, стандартный. Просто многие не вкачивают хилку. Многие не берут Доминатор. Там какая-то раскачка. То ли шаблонная, то ли... Ну, не по ситуации. Здесь все пока что делает он здорово. Ну и смотрим выход. Слардар на спринтах. Врывается. Нет. Прячется в лесах. Хороший вард. Нам. Будет вижн. Ставит еще и Сентришника. Чтоб не было вардов противника. Ну, они идут на Рошана. Это очевидно вообще, что с Доминатором пойдут на Рошана. Просто потому, что так делают 90% Хускаров, наверное. Посмотрим. Забрать будет не так уж и просто. Начинает, конечно, стрелами. Мне кажется, довольно быстро должно быть. Сейчас появится Райо. Подтянется. Да, вот. Как можно давать тот самый Amplify Damage. Хотели, конечно, предварительно Минески сделать фраг, чтобы попроще Бурашана забирать. Ну и раз фраг сделать не получилось, Лайн сами собираются. Конечно же, прожимают смок и постараются помешать. Ну, это очень опасная ситуация. Рейджинг Потейта. Выкладывает ботинки. Забирает ботинки. СФ заходит. Видит СФа. Хаск. Пошел Герокоптер. Встречает Слардара. Слардар уходит. Слардар. Боже мой. Хаск. Нужно врезаться в кого-нибудь. Грэйв дает Хускару. Отличный сноубол. Падает Винтер Виверна. Хускар продолжает. Очень много урона наносит. Забирают его. Но, тем не менее, свою задачу он выполнил. Падает также Тусик. Пока что размен 2 в 2. Но размен в пользу Минески. Агрид, Рошана у нас. Даззл. Даззл забирают Грэйвом. Да, в пользу Релайнс, конечно же. И забирают четырех героев. Позиция была не самая лучшая. Ну да, как-то они все, что можно, подставили. Секолдаун. Слишком много нюков залетало. Тусикар поначалу сейвил. Таззл поначалу сейвил. Как только сейвы закончились, Тусикар сразу же погиб. Такое бывает. Ну и, конечно, задат, который никак не мог помочь. Ибо первым подставился под фокус. Демеджи очень много она получала. Действительно, драку проиграли Минески. Но при этом Лайнс Рошана таки не добрали. Поэтому будет еще одна попытка у Минески этого самого Рошана взять. СФ в результате этого замеса получала свою метку. Тусикар получил ее в эту же минуту. Ну, вообще, немного отдали по графикам. Поэтому, да, тут пока что все хорошо. Но сейчас Виверна имеет Винтерскерс. СФ погибает. Да, тут все абсолютно. Должен он погибать. Слишком много демеджа. Раскастовывается Лина. Хороший слип, но тут же будет С4. С4 продолжает раздавать. Мекка заходит неплохо. В итоге лопается Shadowfint. Хускар выключает армлет. СФ убивает двоих. Смой минусует. Как много чистого урона. Слишком много Берста залетело. Да, ну, вообще, какие-то странные Минески в этом моменте. Они почему-то вообще забили на СФ. А зачем вы на нее забиваете? Он в итоге успел прожать Мекку. Он взорвался, там, располовинил просто Лартар на две части. Непонятно. Понятно, зачем они ее проигнорили. Пошли убивать дальше. Очень близко оказались Лайенс. То есть рассчитывали на то, что успеют СФ убить. Как-то отхилиться, перегруппироваться. Но и Лайенс были близки. И плюс ко всему, СФа все-таки довольно много уже. Вот с этой Меккой, там, со стиками совсем ХП оказалось. Бульдог врывается на Винтер Виверну. Винтер Виверна. Последняя тычка. Опа. Дерево не сработал. Но ТП не дадут сделать так и просто съедает его с помощью брейнсапов. И это 13-й фраг для Лайенс. Не, в этой игре у них пока что все получше. И все-таки Хусику тяжеловато здесь будет без БКБ. Ну, БКБ нужно купить. И по ровному количеству проблем он сейчас исправит. О, снова подставляется. Есть снова Болп. Оттопляет демедж и получает Валерас панч. Мека секунда. Успевает. И там кулдаун дальше. От лота на развороте можно уграться. Ловите Борейджик Патейта. Ловит Шадоу Рейсон. На развороте кидает Айс Шардс. Флэг ему прогоняет, но не добивают. Ну, неплохо. А там зажали в Терене в Райо. Это посмотри. Райо получает Шелу Грейв. Пока жив. Ты чё, подкил, скорее всего. Дает стан по Аке. Есть Чакра. Мека пошла в Тускар. Эдмирал будет доказать. Теперь Чейном съедает Славдара. Николай посыграно. И все. На этом все закончится. Славдара одного дали. Но, тем не менее, Сэфу... Хороший тайминг он поймал. Еще буквально чуть-чуть. И Мека бы не успел нажать. Но успел. И потихоньку, потихоньку. И Лайн зарабатывает себе все большее преимущество. Тяжело здесь за сноуболица будет Минеском. Но они продолжают так играть активно. Такое ощущение, что предыдущая игра им слишком много уверенности в себе внушила. Да, действительно. Вот в тех моментах, которые сейчас должны были получить тот самый эффект сноубола Минески. Они эти моменты провалили. Две драки. Проиграли подряд. И тех ранних артефактов суперских уже не получается купить. И в итоге Хускар остановился своим же айтембилдом, который был минуты 3-4 назад. Бульдог очень хорош в исполнении. Мы говорили о том, что он на линии не очень удачно постоял. Но вот сейчас уже исполняет классно. Практически не мажет тимберчейном. Чекрамы. Все очень вовремя. Чистый урон. Все дела. Умеет на топке шмакать. Да, и Слардар до сих пор не купил себе свой блингтагер. Так долго он у него появляется. Столько возможностей было немножко отойти от замесов и его просто-напросто купить. Но вот драки, драки бесконечные. Смерти 4 штуки. Не позволили это сделать. С одной стороны, Нарда успокоится Минеском нафармить БКБ на Хускаре. С другой стороны, если сами возьмут БКБ и Лайенс, то... Хускару-то тяжеловато будет. Это не самый лучший кэрри в доте. Такое немножко... Такие крики у нас просто сзади. Я не знаю, что это там происходит. Китайские комендаторы просто взрываются. Ну, у нас здесь тоже может получиться какая-то драка. Лайенс. Так, соинализация по Шартминеске. В Лину залетели. Должен быть Валерас Панч под дабл-демджем, но там Слип был. Залетает Кускар. Баки. Вот Винтерскерсом очень быстро разобрали. Встречает Геррокоптер. Спрокастник. Получает Шеллоу Грейв. Седает Геррокоптер Куку жив. Арметом можно будет поиграть сейчас. Выигрывает пока в Армет. Есть Мека. Может дальше лететь на Ис-Войс. Вот он же страдает. Включает Мекку. На разворке дал Шарду Рейз. И пытается Сибирсом прийти и помочь Ку-Ку. Ой-ой-ой-ой. Как же съели его под ультимейтом Пэйна, под Финс Гриппом. Геррокоптер 1.22. 1.3. Дальше ныряет на товарищ Раю. Есть Амплифай на Аке. 1.4. 1.4. И Адмирал Бульдог. Есть Тимберчейн. Есть Тимберчейн. Есть Тимберчейн. Можно юзать. Юзай. Пойдут дальше. Ой, какой красавчик. Но все равно не хватает этого. И будет ли Варлос Панч? Нет. 1.6. Байбек потратил Бэйн. Боже мой. Это очень много золота сейчас. Не написано почему-то, что Бэйн байбекался. Но меня не могла подвести. Да, у него кулдаун Байбека. Очень классно все сделали в этот раз. Заставили соперника разделиться. Хускарф танковал все. И не было чистого демеджа, чтобы его быстро добить. В итоге здорово получилось у Минески подраться. Ну и как раз таки Блинк у нас появился теперь. И Хаск у нас. Так, Хаск взял себе Доминатор. Ничего себе не смог купить. Ну просто на статы. Да, а вот у Тусика уже появляется Блинк в свою очередь. Тоже здорово. Инициировать теперь станет намного проще. Ну вот здорово сделали. Синициировали, убили кастера, прокастера, Лину. И дальше по одному разбирались с противником. Считается, видимо, тоже такое же сейчас исполнки Минески. И вот они на той самой волне, когда только что играли файт. И готовы дальше продолжать это делать. Смотри на графике по золоту. Сноубол такой вот. Как они отыгрались-то? Незаверно, прямо в ноль. И может теперь Рошана забрать? Рошана мониторит катапульта. Чему бы и нет. Ну да, прикольная вот эта переманенная катапульта. Раньше, конечно, было нельзя, но сейчас довольно часто используют эту фишку. Не то, чтобы она там была гораздо полезнее, чем другие крипы. Ну, опять же, почему бы и нет, действительно. 15-16, пока что идет равная игра. Но проблемы у Минески большие, довольно-таки. Потому что перспективы их в лейте весьма сомнительны. У них нет хорошего хардкеря. И как только соперник собирает БКБ, будет тяжеловато. Сейчас еще очень сильно зарешало то, что СФ разбил лицо своему же Таппорту. Немножко здесь аккуратнее нужно играть под СФ и не подставляться. Там есть такой вариант, действительно, Винтерскерс. Винтерскерс, штука ужасная. Это место переворачивает. Но появляется медалька еще у Даззла, все это поможет. Ну вот, СФ БКБ, и сразу же выходит. И теперь, чем убивать этого СФ, непонятно. Очень тяжело. Тем же самым, через Аплифай пытаться как-то убивать его, или пока разобрать всех остальных персонажей за счет Винтерскерса. Сейчас 10-секундное БКБ, это слишком много. А есть такое. Под смоками Лайнс. Если получится как-то раскайтить и хорошо подраться, может сильно порешать. СФ отличную позицию занимает Минески. Спалили абсолютно все. Видит Бен и Сэппи. Успевает раскастоваться С4, сразу же отбегают. Неплохой Винтерскерс, тем временем на Аки. Не могут подойти. Бульдог с Блинка запрыгивает, минусует Виверну, которая дала свой рассказ. Но я бы сказал, что для Минески отличная драка. Они заставили СФ поражать БКБ. Малой кровью, да, делали действительно на Ай-Шарс. Там может быть на развороте даже хотят повоевать. Нет, нет, не хотят. Плохая идея. Там была такая мини-попытка. Но вообще и очень грамотно делал, конечно же, все из ПО. То есть он байтил на себя. Как только на него ворвали, сразу пожал БКБ. Реакция. Ну вот это то, что Ланчик у нас и тут пинги очень маленькие. Можно вот такие штуки мутить. С другой стороны, если бы Виверна находилась где-то вот тут вот на горочке, она могла дать Винтерскерс, и СФ погиб. Все равно. Вот вопрос, погиб ли он. За то, столь быстрое время, за столь недолький, скажем, Винтерскерс. Ну, Винтерскерс, потом Станц Слардара. Единственный шанс засейвится слип Бейна. Ну да. Может быть и получилось. Нарошана заходит у нас, Минески. Заходит, действительно, Амплифай вешается. Пытается в очередной разобрать. Но и Лайнс уже здесь, и они вновь готовы. Правда, БКБ в откате УСП и Рекмема тоже нет. Райо ускоряется под спринтом. Кидает Амплифай дэмэдж, подсвечивает пока СФа. Вайс Шардс, не цепляют Бейна. Хускар уже залетел. Слардар дальше Станц. Куда же залетает. Коко слишком далеко. Реджик подойдет здесь, Лагуна Блейд. Но Коко получает вовремя Шеллоу Грейм. Есть коллдаун. Коко играет, Армеда пока выигрывает. Двоих уже убило у Элайнс. И продолжает драться. Не могут его снять. Никак не могут убить. Фантастика. Слардар ныряет дальше. Сцепил двоих под Станц. И замедляют Натса. Гирокоптер пытается стрелить 40 от Бейра. Джим его не отпустит здесь никуда Слардар. Будут бить также Натса. Забирают его. И остался у нас только Лота. Захиливается Фласк и пытается уйти. Но Слардар здесь явно не отпустит. Хускар подходит. Очень мало ХП. Гирокоптеру нечем забирать. В итоге Хускар прыгает. Минус Гирокоптер. Идеальный тайминг от Минески. У СФа не хватило буквально 5 секунд на Блэк Кинг Бар кулдауну. Вот этот большой кулдаун 10-секундного БКБ смогли использовать. Ну и я даже не знаю, в плюс это было или в минус то, что Бульдог ушел с блинка. По-моему такая шикарная позиция у Хускара была. Он просто стоял, бил по всем, кому только захотел. Да, да. Ну и конечно круто сыграли суппорты. Опять же, хилл, 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 даттл, Хускар. Ну это просто какая-то жутейшая вещь. Невозможно порбить этого персонажа. Просто невозможно. Хускар отдается на миде. Немножко здесь подфидел. Ну ничего страшного. Рошана главное забрали. Да, создал спейс, скажем так, для своих тиммейтов. Почется будет именно так. При этом берут они себе еще и Aegis. Стоят бабки. Алики вернулись, говорят. Алики непонятно куда еще вернулись. Пока у аликов тоже проблемы. Классический заброс. Свидетельствует о возвращении Альянса. Ну, Хускар уже сравнялся с Shadow of Fiendom по Нетворсу. Тусик у нас идет на топ-2 позиции. Что-то происходит в параллельном матче очень жесткое. Кто у нас там играет? Юби должны играть. Юби Янг. Против кого-то. Не помню. Не Клоудов? Да, против Клоудов. Да, смотрите, дорогие друзья, на параллельном матче тоже идет трансляция. Дота 2 в Мейджор Ру. Мы с вами находимся на канале Дота 2 в Мейджор Ру 2. В каком же темпе будем еще и последний матч смотреть. Ну не знаю, тут игра на самом деле огонь. То есть там, конечно, борьба борьбой, но смотреть, как в очередной раз Alliance пытаются, и пока что более-менее успешно и бесценно. Слардар, Фурстав, Фурстав также у Хуско будет очень скоро. Делают ставку на такую жесткую мобильность. Как мы видим, пока что вот на этом Мейджоре это падается зачастую, потому что супермобильность, тебя не может никто подцепить. А, кстати, у Alliance реально большие проблемы с этим. У них есть ульт Бейна, у них есть стан Лины, который не так просто скастовать. И цеплять им нечем против Фурставов. Это может очень сильно порешать. Вега вчера так игру Вича и проиграли. Это, конечно, не Вичи. Но... Warlust Punch, Amplify Damage поздновато. Подъезжает Слардар на Фурставе. Есть еще Блинк, уходит с ТП 1. Да, здесь отпустили второго, но, тем не менее, фраг сделали. И Alliance вынуждена отступать. Да, отходят они, пусть неполным составом, но героя потеряли. Пытается, конечно же, в это время фармить Лода, Сэн, Шогер Клаб. Слишком мало-мало денег у этого гиролета. Непонятно, как выкручиваются в эту ситуацию. Пытается купить он себе БКП, даже не Сэн Джин Яшу. Смотрите, какие варды хорошие стоят у команды Минески. У Alliance вообще ни одного варда. Да, я просто показываю Vision сейчас, то, что видят ребята из Минески. Они видят все. Я почему-то не могу, почему видят Alliance, но они не видят ничего. Ну и Alliance мало что видят. Да, с этим только радиус Vision на свои вышки. Гирич убежать. Гирич не убегает, увы. Стан. Очень больно. Валрас панч. Кулдаун, конечно, залетел, но не помог никак в Лороде. В это время остальная часть команды Минески подпушила Тир-2. Ну, что он тут один делал без какого-либо эскейпа, это большой вопрос. У соперника там блинки, фурстав, с Лордар сфинцировал с огромного радиуса. Попытка выехать на Ку-Ку, но нельзя тратить на него много спилов, потому что у него Аегис. И потом отбиваться вам будет просто нечем. У вас гирокоптера нет. Ку-Ку, в свою очередь, играет также аккуратно. Да, вообще я не вижу смысла Alliance отбивать свой Тир-2, потому что они точно должны его отдать. Драку навязывать ни в коем случае нельзя. В общем, Тир-2 без гирокоптера. Это не имеет никакого смысла. Поэтому спокойно Ку-Ку стоит, Тир-2 расстреливают и будут дальше перемещаться на другой таву, тоже его сносить. Пока, опять же, имеется Аегис. Все круто у Минески. Давят, давят пока, лобят на ошибках Alliance. Alliance допускает те самые ошибки, позволяя противнику зарабатывать все больше и больше денег. Как выкручиваться, непонятно. Но нужно каким-то образом придумать средства контроля этого самого Хускара. Не знаю, вот по последней паре минуты у меня есть ощущение, что Alliance конец. Даже не то, что там пик какой-то или стратегии, но так в доту выиграть вообще нельзя. Очень плохо играют. Очень плохая музыка. Очень плохая музыка. Ривер приобретает себе Ку-Ку, а это уже намек на какой-то жесткий сатаник, наверное. Может на что-то разный. Ну просто миллиард статов на силу. Сейндж, Армлетт, Ривер. Да, даже не стал Халберт приобретать. Потому что не видит смысла, никто с руки его не бьет толком. Попозже будет иметь смысл. Пока что у СФ БКБ очень длительное. Но когда БКБ станет 5 секунд, на рейндж героев Халберт кидается на 4,5 секунды. И это слишком жестко для Ку-Ку. Промахи, промахи. Это заставляет того же самого СФ покупать, например, ПТМКБ. Даже в БКБ, да, промахи работают. Так что здесь имело бы смысл. Но решил вот именно пойти в силу. В плотных хайграунд. Слардар залетел. Подставляется под Юл Наса. По таймингу брака, что там Форстаф. И уходит просто-напросто на Форстаф. И Слардар как же четко сыгранат. Скользкая селедка, которая просто так низкая. И бьет этот Тир-3. СФ ничего не может ему сделать. Куку равнодушен к СФу. Тир-3 забрал. Теперь бьет бараки. Залетает Чакрам. Вот против Чакрама уже тяжеловато. Простовывается Адмирал Бульдог. Куку, конечно, получает подхил. 30 армора. Ускара. Да, резисты магического урона и физического урона хорошие. 63 было и 69 магического урона. Но здесь только чистый урон спасет. Чистого урона много, конечно. Но в такой ситуации, вот с этим Аегисом, пока что тяжеловато. А Тимберу нужно выходить в глубокий лейт. Если он в него выйдет, будет все у него очень здорово. Но пока что об этом говорить рано. По графикам преимущество становится огромным у Минески. Появляется, кстати говоря, первый у ворот от Дазла. Это Солар Крест. На месте Ускара все-таки доформить себе Талисман оф Увейджен. Там СФ вообще с руки бить не будет. Да, да. И с магией пробить бесполезно. Чистого урона нет, потому что Алина с Суппорт, который не купит. Нет, чистого урона много за счет Тимбера. Я так понимаю, он для этого-то и взял Ривер, Сэнш и все остальное. Потому что чистый урон, единственный способ законтрить, это просто ХП. Чистый ХП, без армора, без фото-резиста. Просто у Тимберсоу урон ксированный чистый. А Кускар с каждой минутой набирает все больше и больше ХП. Поэтому этого урона не хватает, чистого. Смотрим, заехали на Слардара. Все в Слардара, Слардар погибает. Да, с Слардаром справились, замечательно. Ну, он Владмер взял, то есть у него нет каких-то БКБшек, чего-то еще. Ну, с другой стороны, от Кингсгриппа бы это не спасло в любом случае. Ну, он далековато зашел. Тем не менее, вряд ли это сильно повлияет сейчас на игру. Его спокойно можно дождаться. Конечно, баунти за него огромное получили. 927 монет, 400 еще 15 потерял. Тараску берет Кускар. Да, только-только докупил. 3000 ХП на 29-й минуте. При том, что с остальными статами тоже все в порядке. Таким, чтобы такого вот Кускара пробить Тимберу, это, во-первых, и Ленину нужно Аганим, и Бейну нужно сфокусироваться. И самому Тимберу желательно приобрести какой-то Аганим, там, может быть, даже Актарин, чтобы с пылы откатывали быстро. 3000 ХП снять тяжко. Согласен полностью. Действительно, нужно придумывать способ контры этого самого Хускара, даже не зная, покупать самим Хилберды какие-то, еще что-то, гасты, может быть. Вариантов не так много, Лайонс, и денег тоже у них очень-очень мало. Но вот Винтер верно покупает себе также Блинк Даггер, возможно, для того, чтобы просто хорошо держать позиционку и ультовать, ультовать нужного героя, фокусировать. В чатик пишет, что 2013-й не хочет возвращаться. Лайонс бы готовы у него вернуться, но сам 2013-й не вернет. Что-то вообще никак. Смотришь на этого Хускара, и он... Ты понимаешь, что прошло уже два года, и скоро будет три, но пять не обернуть. Радианс Ботом Тауэр есть под атакой. Есть такое. Ну, особо не торопятся, пока Минески мы видим. Рошан нужен. Да, Рошанчик, желательно, он получает у себя Егис. Давай, давай, пошел бить Тауэр. Два нужно. На них по очереди. Но! Пошел сперва немножко Хускар побил, теперь Тауэр. Теперь они вдвоем будут бить этот Тауэр. Нормальная, кстати, тычка у него с руки 90-го. Ничего себе. То, что это делать Лайонсом, это туда сплетить. Ну, да, пытается на топе разобрать. Я уже вижу, как выдвигаются в Смаках Минески. Готовы они ко всему. Есть ли ТП у Хускара? ТП у Хускара есть. ТП у Даззла нет. Это плохо. Без Даззла драться тяжко. Опа, заходит Виттерскерп. Сразу в С4. Аплифай вешает сюда же. Проказ моментальный. Валерас Панч. СФ пока под злипом был. Змечает БКБ на развороте Лагуны. Встретит Тускара. Сноубол успевает. Датят Реквам и спасся. Теперь Куку будет сайпой. Но он ловит Финс Гриф. Есть Гардиан Гриф. Все живы. Слардар дальше нырять. Своим став. Неплохо. Рассказ был по Куку. И Куку один просто стоит и сражаться будет против всех. Ныряет в лоду. Лода падает. Падает сейчас будут остальные персонажи. Лайн забрал. Пускар Адмирал Бульдог. Кто будет падать. Баш зарабатывает по нему. Байбэк есть. Но этот байбэк был скорее всего рейдж байбэком. Погулячился Таск с байбэком. Но Минески. КП спасается от Чекрама. СФ успевают добить. От всего уйти. Заюзать Грейфзы. Очень красивая драка. И что делают? Вместо того, чтобы уйти на Рошана, сразу идут в лоб. Ну, чувствуют себе силу, конечно, на Минески сейчас. Я бы сказал, что видно, что Минески явно сами не ожидали, что они обыграют. И Лайнс могут обыгрывать. Потому что, ну, большинство команд бы сыграло сейчас по сейфове и укрепило свое преимущество. Но эти хотят победить здесь и сейчас. И может получиться. Потому что Майнат подставляется. Улетает в космос. Минус Бараки сейчас можно сделать. Офигеть, Минески. В момент, когда здесь укреплять преимущество-то и не нужно. Здесь все сделано для того, чтобы просто пойти сейчас и все снести. Потому что у Лайнс все кулдауны, ключевые кулдауны способности не имеют. Станя, в откате еще. Все проюзали. Фактически драться просто нечем. Ну и предыдущая драка показала, что просто пробить Хускара не получается. Да, Алибарда готова. Дает Хуск. 3 300 хп на броне. Влетает Слордар, дает стан. Кускар теперь не снес барак. Залетает с Бульдога. Бульдог у Скептера будет жить. Тиберчей не уходит. Есть колдан. Куку дерется против лоды. Пробивает его сквозь БКБ. Пытается в это время сзади суппорта как-то подчимить. Но тщетно все это не выходит. Кускар стоит, пробивает. 1-2-3. Есть реквим от СФО. Валрес Панч. Ныряет Куку. Тиберсо просто погиб от Кускара. Винтерскерс пошел. И западает. Тоже есть байпэк. Но толку от него. Никакого Аки. Падает. Лагуна Плейд залетает. Убили Слордар. Убили Тазла. Но по-прежнему жив Пускар. Пускар танковывает. Вообще все. Его не убить. Миссы. Он поджигает лоду. Лода может погибнуть. Да. Тристака лода погибнет. Поджигает ЖС-4. Лода жив на лоу ХП. Тристака не так много. Да. Он доходит до фонтана. Просто ухиливается. Так. Еще байпэк от Тимбера. Тараско работает. Тараско нарегенивает. Что вы делаете? Он вас сейчас всех здесь положит. В итоге. Вгрызаются. Еще. Еще. Чуть-чуть. Ку-ку. Боже. Он разорвать. Опять убивает всех. Фантастика. Коулт Абрейсера снова сейвит. Есть станы. Пробить. Как турбейте его. Да ладно. Наконец-то справились. Но еле-еле запидали втроем. Четвером просто с отдачами. Это ужас. Как играть против этого героя? Сколько байбэков потрачен. АСФ байбэк. Байбэк также был потрачен от Тимбера. Байбэк от Лины. Только гирокуптор. Да. Там жесть. Ну да. Дазл стоял, смотрел. Вот просто даже было видно, насколько Минески сами ожидали, что настолько прочный Хускар. Стоит Дазл. Он пытается дать грейв. Но у Хускара все время 90% хп, 70% хп. В итоге он дал ему грейв слишком рано. Да и в принципе не нужно было. Потому что Хускар пережил всю свою команду. И только в пятером смогли его заковырять. Насколько сильный персонаж-то оказывается. Если ты отдаешь Винтеру Виверну и Дазла ему в поддержку. Напомню, Дазл ушел последним пиком. Вы только что проиграли игру в хлам этой связки. Берут Хускар на четвертой. На пятой отдаете Дазла. Но здесь стоит отдать должное Минески. Они очень сильно перехитриты. Соло-митуска никто не ожидал увидеть. Слип, ай-яй-яй. Мисс Коммуникацион имеет место быть. Успевает Шлогрейф на себя повесить. Поживет еще немножко Джулс. Погибнет. О, Голден Брейт еще. Но нет, мне должен. Да убейте его! Во, наконец-то. Сколько они времени с ним бороли, с этим Дазлом. Это же всего лишь Дазл. Райер уже стоит такой. Ребята, ну вы будете уходить отсюда или нет? Я собираюсь забрать Рошана. Так, снова блинки на блинки. Стараюсь строго развести как-то. Пошла Винтер Виверн. Есть Винтер Скёрс. Но удачные позиции она не выбрала. Того, чтобы сультовать. Взбивают Вард. Тускар пошел, смотри. На Форстафе. Сноубол на Аки заезжает. Есть Айшард. Валерас Панч. Дальше без продолжения. Юллом встречает здесь Нат. Сажает на стан. Форстаф моментально порыть Джекпотета. Брейн Сапп. Но пол ХП только сняли. Дальше колдаун. Тут налетает также Ку-Ку. Ловит Слип. Разбудите кто-нибудь Ку-Ку. Разбудили. Начинает он дат. Теперь Винтер Скёрс пошел на Лоду, который в БКБ. Его бьет СФ. В итоге СФ потратил очень много времени. Лода погибает, потом полипает демиджем. Хускар все еще жив. Тимберсо попадает под стан. СФ заканчивается. БКБшка прячет Хускара от ульта СФ. Поэтому он остается фулл ХПшный. Поднимает ли на себя в воздух? Но вряд ли этого хватит. СФ добивает Винтер Виверна вместе со Слордаром. Винтер шел на ТП, а в это время крипы уже на топе просто пробивают базу. Минески идут по миду. Ну да, с каждым разом Элайнс все меньше и меньше шансов на победу. Во-первых, драки. Во-вторых, в этом матче. Ну, что можно добавить по этому поводу? Элайнс как настоящий... Ну ладно, не буду я называть такие сравнения. Короче, ребята просто стали награбливать второй раз. Те же самые. Ну, очень-очень круто Минески. Ну вот кто мог поверить в то, что это будет Соло-мид Тускар. И Соло-мид Тускар отстоял наравне с СФ. Парень Рейджинг Потейты играет на этом Тускаре великолепно. Один из лучших Тускаров на турнире. Зачастую считается, что играть на одного Кор-героя нельзя, на одного керри, ярко выражено. Потому что это все контрится в лейте. Но Элайнс просто за него не дожили до этого самого. Ну вообще Минески сыграли здорово. Они играли на Кускара с начала игры. Они бегали вчетвером, гангли какую-то движуху. Посмотри на айтемы Соло-мид Туск... Да, Соло-мид Тускар. У него Грейвзы, Форстаф, демеджа вообще нет, Слардар демеджа вообще нет. Один герой у вас может дамажить. Но когда на 36-й минуте у него Армлет, Дизарм, Сатаник, Т на Силу, у него 4150 хп. Фактически такой же, как у двух Фармилу Лайнс. Бывает такое. На лоду залетели, лода в панике, пока прожимает, кулдау на развороте. Пытается Рокетбордж пробить Рейджик Потейта, ловит Амплифай. Надо уходить об это время. Ку-ку не стесняется, пробивает Бараки. Снова полным, кто-то залетел Рейджик Потейта, просто на фонтан там убивает лоду и уходит. Нет, не уходит, забивает киевы, вышка. Рейджик Потейта тоже решил там повозвлекаться Раю. Ну, в общем, удачи, в общем, тому, кто будет играть сейчас с Минесками. Не знаю, парни, по-моему, нашли какой-то Нирвану на них. Хоума и Хоума, там будут жесткая команда, конечно. Ну, вообще, да, и Хоумы сильны. Но, тем не менее, Минески показали нам отличную доту. Забираю Атаки, Ускар продолжает носиться под вражеской багой. ГГ. Да, игрались. Лайнс впереди и ждет Best of 1 лозера на мейн-эвенте. Ну, а Минески есть прекраснейшая возможность подраться так же с Хоум и заработать себе свой слот в винарах. Такие расклады. Ну, вот это, наверное, один из самых неожиданных результатов. Сенсация? Действительно, сенсация. Не просто, что Минески обыграли Айлайнс, а как они их обыграли. Классная. А южно-юго-восточно-азиатская дота растет. И такой игры я еще, честно говоря, не видел со времен каких-то оранжей. Ну, действительно, такой красивый и зрелищный. Посмотрим, что получится дальше.